Ну а следующей целью террористов могут стать Рим и Милан. Федеральное бюро расследований отправило в Италию предупреждение, называя в качестве возможных мест нападений собор Святого Петра в Ватикане, Миланский собор и театр Ла Скала. Меры безопасности в этих двух городах приняты беспрецедентные. Население с настороженностью относится к каждому забытому на улице предмету. Из Рима, охваченного тревогой, наш собственный корреспондент Юлия Гончар. Площадь Святого Петра, кругом военные с автоматами. Обычно люди здесь наступают друг к другу на пятки. Сегодня какая-то тревожная тишина. Римляне сообщают в полицию о каждой забытой сумке, вызвавшей подозрения. И силы безопасности проверяют каждую. Кому-то даже показалось видеть в метро одного из разыскиваемых парижских террористов. И таких сообщений за день поступает множество. Я живу в этом районе. Заметно, что он переполнен полицией и военными. И должна сказать, что я действительно напугана. Если вижу какой-то предмет или подозрительного человека, я спрашиваю себя, куда он идет, почему оглядывает это здание. И волнение нарастает. В то же время я понимаю, что надо продолжать жить поседневной жизнью, постараться успокоиться. Но я правда напугана. Я не хочу отказываться от своей обычной жизни из-за происходящего. Но, говоря откровенно, ощущение, что вот-вот что-то произойдет. Даже рестораны, видите, здесь пустые. Обычно это не так. Я слышал, что много отменено бронирований и в гостиницах. Тревога чувствуется в городе. И мы действительно переживаем. Кроме возможных целей террористов из Федерального бюро расследований, итальянские спецслужбы получили и список из пяти имен. Их проверкой они сейчас и занимаются. Власти же стараются успокоить людей, заявляя о том, что какой-либо конкретной информации о подготовке терактов нет. Что не стоит поддаваться панике. Что меры безопасности были приняты самые серьезные. Вплоть до готовности сбивать, если понадобятся, дроны в воздушном пространстве. Папа Римский, Франциск, также не возмутим. Вчера он заявил, что несмотря ни на что, 8 декабря собор Святого Петра откроет свои двери для миллионов католических паломников со всего мира. Мы в преддверии юбилейного года. Он совсем рядом. Перед нами откроется дверь не только главного собора, но и дверь Божьей милости. И никаких укреплений в церкви быть не может. Не может быть бронированной двери. Все открыто. Ключи от Святой Двери Ватиканского Собора, замурованные в стену, вчера уже достали. Дверь эта тайна и открывается разу в 25 лет специально для паломников. Именно с началом Святого Года римляне связывают все свои тревоги, потому что является оно достаточно знаковым событием для христианского мира. Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, 24КЗ, Италия, Рим.